Всем привет, вы на канале СуперКит. Наконец я добрался сделать обзор на внешний жесткий диск из Китая. Он примечателен тем, что в тот момент, когда самый дешевый пустой карман без винчестера в том же Китае стоит от 6 долларов, а некоторые и вовсе стоят по 10-12 долларов, его цена вместе с винчестером объемом 500 гигабайт на момент монтажа видео стоит 12 долларов. Не смог пройти мимо, чтобы не заказать и не изучить этот экспонат. По упаковке сразу стоит отметить, что она не хуже, чем у подобных брендовых изделий. При этом цена заинтересовывает к покупке. В акцию, которая длится уже полгода, я не верю. То есть явно у производителя есть постоянный доступ к огромному количеству жестких дисков по низкой цене, которые сюда установлены. Подключается внешний винчестер через кабель microUSB 3.0. А сам кабель есть в комплекте. Длина кабеля где-то 40 см. Габариты 8 см на 12 и на 1,3 см. Вращение магнитного диска внутри винчестера происходит со скоростью 5400 оборотов в минуту, буфер 16 мегабайт, сама модель определяется как Western Digital. Такая модель легко гуглится и все параметры совпадают с теми, которые сейчас видны. Причем разные программы мне показывают одинаковую информацию, что в принципе логично, даже если она неправдива. CrystalDiskInfo показывает отсутствие наработки. То, что время работы отображается 3 часа, это результат моих испытаний и тестов. Собственно, вот так выглядит оригинал модели жесткого диска. В HDTune мы видим типичную кривую для винчестеров, от самой высокой скорости в 131 мегабайт в секунду и до самой низкой скорости лишь в 52 мегабайта в секунду. И это хорошо. Помня про разводы от китайцев, которые через адаптер ставили карту памяти, которую загоняли в цикличность для создания иллюзии нужного объема, а вес имитировали приклеенный внутри гайкой, это очень хороший знак того, что внутри именно винчестер. В общем-то, точно винчестер в любом случае, так как он явно гудит и вибрирует. Карта памяти с адаптером еще не научились так работать. CrystalDiskMark показывает максимальные значения порядка 130 мегабайт в секунду. Это нормальный для винчестера величины скорости. Система видит данный накопитель через контроллер, который позволяет работать ему как внешнему жесткому диску. Этот контроллер Gmicron Generic в совокупности с этой моделью винчестера не позволяет прочитать смарт в программе Victoria. Причем я опробовал и более старые версии Victoria, но это не помогло. Соответственно, в Victoria смарт прочитать не получилось и не получилось сделать тест поверхности. Тут сразу скажу, что я купил не один такой жесткий диск. Так вот, смарт второго без проблем Victoria читает. Но будьте готовы к тому, что вы не сможете проверить смарт в Victoria. В случае, когда смарт читается, то и тест поверхности можно без проблем сделать. Модель установленного жесткого диска внутри отображается во втором случае немного по-другому. И дело точно не в том, что я использовал разные версии программ или что-то еще, вплоть до того, что я не перезагрузил компьютер. Дело именно в разном восприятии дисков программой, что в свою очередь намекает нам на то, что контроллеры в карманах стоят не одинаковые, хотя и определяются одинаково. Может быть разная версия прошивки. Почитав комментарии, нашел скрины покупателей, которые сообщают, что у кого-то внутри стоит диск Seagate. Также находил скрины, сообщающие о том, что внутри попадаются и Toshiba, и Hitachi, и Seagate, и Western Digital. Какой винчестер попался, такой и поставили. То есть здесь установлены диски рандомно, а это значит, что особо акцент на характеристиках именно моего жесткого диска делать не стоит. Хотя из увиденных скринов, на которых можно увидеть производителя, а также личный опыт, все же чаще других здесь именно Western Digital. Для разнообразия решил посмотреть информацию о диске через AIDU. Тест через фирменную программу для SSD Team, которая очень напоминает CrystalDiskMark. Скорее всего, это так и есть, просто встроили одну программу в другую. Как и в прошлый раз, при обзоре жесткого диска, хочу посмотреть, как диск будет себя вести при записи набора файлов. Начну с объемных файлов. Можно видеть, как практически и сразу скорость выходит на 123-124 Мбайта в секунду, что близко к максимальной, и к концу падает к значению в 111 Мбайт в секунду, что лишь на 13 Мбайт в секунду меньше от максимальной. Но это не винчестер виноват, а то, что из-за его конструкции и скорость от участков, которые находятся с края магнитного блина, считывается больше секторов за один оборот диска, так как длина окружности больше, чем у тех участков, которые находятся ближе к центру и имеют меньшую длину окружности. И, соответственно, меньшее количество секторов на этом меньшем круге. Именно поэтому мы и видим в программе HDTune падающую кривую, так как чтение и запись начинаются от края и идут к центру магнитного блина. А поскольку только что была запись более 100 Гбайт, что является более чем 20% от емкости диска, который после форматирования имеет 465 Гбайт, то это не могло остаться незамеченным в падении скорости, которая у винчестера падает каждую следующую секунду записи. Крупные файлы быстро выходят на пик скорости, и так как скорость не теряется из-за постоянных окончаний чтения или записи конкретного файла, нового поиска следующего файла, перемещение головки к новому файлу, началу записи нового файла, то мы и видим максимальные скорости, которые близки к тем, которые наблюдаются в синтетических тестах. Но мелкие файлы сильно влияют на скорость чтения или записи. Предлагаю понаблюдать, как винчестер справится с этим. Не могу сказать, что я подобрал совсем уж мелкие файлы, скорее всего, с самыми мелкими в быту мало кто будет сталкиваться, а вот с такими файлами, как фотографии, думаю, что будут сталкиваться все. И вот при копировании небольших видео скорость еще держится около отметки в 100 с плюсом мегабайт в секунду, но как только начинается серия файлов, размер которых около 5 мегабайт в секунду, то скорость сразу же падает до 50 мегабайт в секунду. И сразу обратно возрастает до 110 мегабайт в секунду при записи более объемных видеофайлов. Я просто хз как обстоит дело в видео обзорах других каналов на ютюбе, уделяет ли кто-то этому внимание, но просто когда читаю комментарии купивших любой, а не только этот внешний жесткий диск, то постоянно вижу вбросы, что скорость постоянно скачет, скорость постоянно падает, или почему у диска заявлено 500 гигабайт, а я вижу только 465 гигабайт, то понимаю, что люди вообще не представляют, как это все работает. А самое главное, не особо и хотят знать, потому что как минимум написанного про работу жесткого диска в интернете точно немало. Мне очень интересно, думаю, как и любому из зрителей, что внутри, поэтому разбираю эту коробку. Разобрав внешний короб, можно видеть жесткий диск без опознавательных знаков. Разъем microUSB похоже, что на переходнике между SATA и USB, который подключен к SATA. Субтитры сделал DimaTorzok Никаких этикеток не оказалось и под фольгой, которая приклеена к корпусу диска. Жесткий диск в корпусе не болтается, как по мне, то визуально качество не отличается от моего внешнего диска на 2 терабайта. Тут уже каждый для себя сам расставит приоритеты, ведь выбрать есть из чего, причем не только в Китае, а и в местных магазинах, в которых можно купить быстрее, можно получить гарантию, да и как по мне выбора больше. Но цена, особенно того, что был на обзоре в 500 гигабайт, действительно очень соблазнительна. Посмотрел, что продается у нас, а 500 гигабайт и нет вообще предложений. И все-таки, откуда эта самая цена такая низкая? Могу лишь предположить, что внутри восстановлены и диски старых моделей. Также есть вариант, что эти диски имеют и другое происхождение, а именно с разборок старых неттопов, мини-компьютеров и ноутбуков, которые завалялись в разных странах. Но так или иначе, поскольку при включении программы показывали 0 часов наработки и 1-2 включения, то это может значить, что эти параметры могли просто обнулить посредством прошивки. Это все лишь предположения, которые ни к чему не обязывают. Самое главное, что устройство является рабочим вариантом за очень приемлемую цену. Особенно дешевым вариантом, как и сказал ранее, кажется модель именно на 500 гигабайт. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok